Приветствую! Поговорим о том, как оформить отсрочку, находясь за границей. Этот вопрос мы разобьем на несколько подвопросов, и они будут звучать следующим образом. Кто может оформить отсрочку, пребывая за границей? Кто не может оформить отсрочку, находясь за границей? В каких случаях невозможно получить отсрочку, пребывая за границей? и что нужно сделать, чтобы оформить отсрочку, пребывая за границей. Итак, начинаем с первого вопроса. Первый вопрос, напомню, у нас звучит так. Кто может оформить отсрочку за границей? Здесь нужно понимать следующее. Первое. Человек должен иметь право на отсрочку. Как мы с вами помним, право на отсрочку закреплено статьей 23 закона о мобилизации. Второе требование к такому человеку, он должен пребывать на учете военнообязанных. Не призывников, именно военнообязанных. Как это проверить? У вас есть военноучетные документы и, соответственно, в них есть графы принят на учет и снят с учета. И вот, если вы посмотрите в эти графы, то, соответственно, последняя запись, которая находится в них, должна быть о том, что вас приняли на учет. Когда я говорю последнее, имеется в виду по хронологии. То есть, самая последняя по дате. И, соответственно, если у вас стоит такая отметка, что вы взяты на учет и не снимались после этого с учета, ну и тем более не исключали вас с учета, то вы можете оформить отсрочку. При этом, если так сложилось, что у вас, например, нет военноучетного документа в бумажной форме, но вы обновили данные через резерв плюс и у вас там сгенерировался вот тот самый ввод с QR-кодом. И там написано, что вы пребываете на учете. Соответственно, с таким ввод вы также можете оформить отсрочку, пребывая за границей. Ну а прежде чем мы перейдем к вопросу о том, кто не может оформить отсрочку, находясь за границей, я хочу сделать небольшое объявление для тех людей, которые выехали за границу уже, либо планируют выехать из Украины. Не забудьте обновить свои страховые полисы «Зеленая карта» и сэкономьте 1200 евро. Именно таких размеров может достигать штраф в Европе за отсутствие страховки. Так что рекомендую проверить, когда у вас заканчивается срок действия текущего полиса. А лучший способ купить страховку за границей, либо же в Украине, перед выездом за границу, это воспользоваться онлайн-сервисом Green Travel. Напомню, страховка – это договор, по которому страховая компания обязуется возместить понесенный ущерб. Я как адвокат рекомендую выбирать ту компанию, которая окажет поддержку в решающий момент, в момент страхового случая. В Green Travel круглосуточно и без выходных на связи с вами операторы, которые всегда возьмут трубку или ответят в Telegram. Будь то вопрос по пересечению границы, оплате дорог или страховой случай. Это важно, поверьте. Дополнительно к зеленой карте, только в Green Travel вы можете оформить дорожный ассистент в Европе, в который входит юридическая поддержка европейских адвокатов, помощь переводчиков, техническая и прочая помощь в дороге. И все это за 66 гривен в месяц. А приятным бонусом при покупке зеленой карты будет возможность получить кэшбэк в сумме до 3000 гривен. Green Travel – сервис, который уверенно рекомендую. Ссылку на него оставлю в описании к этому видео. Переходите по ней и добавляйте ее в закладки. Итак, кто не может оформить отсрочку, находясь за границей? Не могут оформить отсрочку те люди, которые не стоят на воинском учете. При этом, обращаю ваше внимание, именно не стоят на воинском учете. То есть, если так сложилось, что, например, у вас есть прописне, а вам 40 лет, и вы не становились на учет военнообязанных, но при этом вы обновили свои данные через резерв плюс, и там вы увидели, что вы пребываете на воинском учете, то, соответственно, вы можете оформить отсрочку. Не могут оформить отсрочку только те люди, которые не стоят на учете. Например, последняя запись в военноучетном документе звучит так. Снят с воинского учета. Все. Да, в таком случае человек не может ее оформить. При этом, естественно, мы помним про резерв плюс, да, то есть, если даже установив резерв плюс, вы увидели, что вы не на облику, либо отметка о снятии с учета, к сожалению, оформить отсрочку вы в этой ситуации уже не сможете. Не сможете до тех пор, пока вы не станете на воинский учет. Ну, а к сожалению, сейчас стать на воинский учет, пребывая за границей, нет возможности. Идем дальше. В каких случаях невозможно получить отсрочку? Естественно, мы с вами прекрасно понимаем, что невозможно получить отсрочку, если у вас нет документов, подтверждающих право. И вот здесь нужно обратить внимание на те пункты, которые связаны с уходом за своими родственниками. То есть, это пункт 9, пункт 13, пункт 14 закона Украины о мобилизации. Статьи 23 закона Украины о мобилизации. И почему люди, которые находятся за границей, не смогут получить отсрочку? Ну, большинство, абсолютное большинство из них. Потому что по постанове 560 требуется наличие акта про догляд. И, соответственно, получить акт про догляд можно только пребывая в Украине. Если люди выехали из Украины, получить акт про догляд они просто не имеют объективной возможности. Потому что этот акт выдается только после того, как домой приходит комиссия, которая, собственно говоря, и устанавливает факт догляду. И, к сожалению, 560-я постанова КМУ, она предусмотрела выдачу этого акта даже в тех случаях, в которых закон этого не требует. А это подводит нас к другой мысли. К мысли о том, что можно попробовать судиться. С одной стороны, вы оформите отсрочку. С другой стороны, если вы не собираетесь возвращаться в каком-то обозримом будущем в Украину, то, честно вам скажу, что необходимости вам идти в суд для того, чтобы оформить свое право на отсрочку, ну, наверное, нет. Давайте будем честными, да? Нет такой необходимости. И вы должны понимать, что если вы пойдете в суд, это будет долго. Это сразу нужно закладывать как минимум полгода. Плюс это будет стоить для вас денег. Целесообразность в этом, откровенно говорю, сомнительно. Хотя сейчас я, по сути, теряю даже деньги, да, свои. Это же мой хлеб, ходить в суд. Ну, в этой ситуации я думаю, что вы прекрасно понимаете, почему я это говорю. Ну, зачем вам отсрочка за границей? Зачем прикладывать такие усилия? Идем дальше. Как оформить отсрочку, пребывая за границей? Вот давайте разберемся с этим вопросом. То есть мы понимаем, что вы можете оформить эту отсрочку, у вас есть право на нее, у вас есть документ военно-учетный, который подтверждает, что вы находитесь на воинском учете, у вас есть документы, подтверждающие право на отсрочку, ну, например, у вас есть инвалидность, да, либо у вашей супруги там инвалидность. Все. У вас есть все документы, необходимые для того, чтобы получить отсрочку. Что в этой ситуации делать? Здесь есть несколько вариантов. Первый вариант, идеальный вариант. Вы обращаетесь в консульство. Консульство заверяет все ваши документы, заверяет копии ваших документов. Далее вы эти копии отправляете почтой, обычной почтой, не электронной почтой, на адрес ТЦК ЕСП. И, соответственно, вы в итоге получите отсрочку. Неидеальный вариант номер один. Вы не можете обратиться в консульство. Например, оно далеко, либо вы не обновили данные, но хотите получить отсрочку. В этой ситуации вам нужно заверить документы собственноручно. На каждом документе вы пишете «Сгидно с оригиналом». Ставите дату, подпись, фамилию, инициалы. Кстати, обращаю ваше внимание, не копия верна, а в соответствии с правилами деловодства нужно писать «Сгидно с оригиналом». Далее вы эти документы точно так же отправляете по обычной почте, на адрес ТЦК ЕСП. Неидеальный вариант номер два. Вы все документы сканируете, либо делаете качественные фото, пишете заяву, подписываете ее, тоже фотографируете, либо сканируете, подписываете это все электронной подписью и отправляете на почтовый адрес ТЦК ЕСП. Почему это не идеальный вариант? Потому что вот из своей практики я, к сожалению, могу сделать вывод следующий, что в большинстве случаев письма, отправленные по электронной почте, остаются без ответа. И мы уже, в принципе, вот отказались от этой практики, мы отправляем все письма обычной почтой, в бумаге, потому что по электронной почте, к сожалению, только меньшинство ТЦК ЕСП дает ответы. Ну вот, к сожалению, такая ситуация. И скорее всего, у вас есть еще один вопрос. И вы так сидите сейчас и говорите, Олег, ну хорошо, я отправил документы, а как я получу ответ? Мне же за границу никто вообще эти данные не пришлет. И я с вами, к сожалению, вынужден согласиться, шансы на то, что вам отправят на обратный ваш адрес за границу справку о том, что вам предоставлена отсрочка, они маловероятны. Реальность она вот такая. Но хочу вас успокоить. На самом деле, вам не столько нужна справка эта, сколько важно, чтобы информацию об отсрочке внесли в обрих. Ведь вот это самое главное. Мы же понимаем с вами, что исходя из того, что написано в постанове 560, что написано в постанове 559, на сегодняшний день самым главным есть то, что вписано в обрих. И если они внесут эту информацию в обрих, то все нормально. Как это проверить? Проверить это можно двумя способами. Способ номер один. Вы можете просто установить резерв плюс и в нем посмотреть, а появилась ли там информация об отсрочке. И этот способ абсолютно бесплатный, и он рекомендуется к использованию. Способ номер два. Он для тех, кто принципиально не хочет устанавливать обрих. В этом случае вы можете при подаче заявления указать адрес, на который вам нужно отправить ответ. И, естественно, этот адрес должен быть тем адресом почты, где кто-то может получить вашу почту и может увидеть этот ответ. И этот адрес должен быть, естественно, в Украине. Да, есть еще четвертый, ой, четвертый, третий способ. Это подача адвокатского запроса. Но это стоит денег и, опять же, скажу честно, не вижу в нем необходимости. Если вы бесплатно, установив резерв, можете получить эту информацию, зачем вам адвокатский запрос? Если вы можете через там, я не знаю, своих родителей, допустим, получить этот документ, тоже возникает вопрос, зачем вам адвокатский запрос? Принципиально такая возможность существует. Но воспользуйтесь теми способами, которые я вам все-таки рекомендую. Все. Мне думается, что здесь я уже ответил на все вопросы, связанные с оформлением отсрочки. И, собственно говоря, если вы посчитаете, что данное видео было вам полезным, попрошу поставить ему лайк, подписаться на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Его название вы сейчас видите вот здесь, а ссылочка будет в описании к этому видео. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok